приветствую вас друзья с вами снова я иван фабру и очередное видео уже с молдовы сейчас мы находимся молдавского пчеловода петр сакара который пригласил нас посетить их мероприятие и сейчас мы находимся на его пасеке вот так стоят улья расположены по 4 по 2 улья в разные стороны насыщенность . конечно как видим такая плотненькая были все рутовские тут красиво всем привет до снимая снимаю вот такое мероприятие вот такой улей тут есть смотровой тут общение идет денис воде и съемка идет тут склад сразу не склада хранятся некоторые вот владелец пасеки петр дает интервью мы не будем мы как мероприятия но мы не будем мы как мероприятия мы не будем делать это мастерство вару-частую мы сделали знакомство и разу через интернет с боецами с Иван Фабру и Денис Фадеев и мы хотели бы приехать к ним и так как говорили через интернет и через фейсбук и мы И у меня было несколько раз в нашей стране, и что-то в нашем канале. И мы сказали, что это как язык, мы не понимали, но как имени. И четыре дня не не ответил ниже. После четырех дней мы сказали, что Петру, не буду на нас. Мы пришли на вас, если мы хотим. У меня нет проблем. И из-за этого появилась идея, что они, как говорили на русском языке, я, из-за Басарабеаска, все говорили в русском языке. И мы решили сделать в этом семинаре, потому что, в русском языке, у меня много проектов, которые могут говорить, для Басарабеаска это не так. И, в этом городе, мы решили сделать в этом семинаре, и я звонил еще к муну Росюк и к муну Доскар, из Украины. Они выбираются в Украине. Они работают с Украина. Ули находятся на поддонах. Ну, сейчас мы где-то посмотрим, найдем днище. Посмотрим, что тут творится на пасеке. Хозяин занят, чтобы расспросить поддоны порезанные, смотрю. А там, за забором, молдавские красоты. Есть зарешетчатые, решетка, решетка на некоторых. Ули, в принципе, новые. Вот. Одно из днищ. Вот, с вот такими продыхами. сетка. То есть, дно не сетчатое, где-то около 4-5 сантиметров. Дно. Корпуса обычные, пальцевые. Ну и совещание по интересам. Идем посмотрим. Да. Это маленькая, в основном, с большими. О, пчелки. Судилы. 8-10. Денис будет это лью. Послушаем, что нам скажет Денис Фадеев теперь. Денис Фадеев. Денис Фадеев. Денис Фадеев. Состою в ассоциации Маткалутов Украины. Успенка пасечников Украины. Какая цель вашему любви? Обмен опыта. То есть, в Молдове тоже есть очень много интересных секретов. По телефону, по интернету секрет не увидишь. А здесь можно как-то при общении узнать какие-то нюансы. Ну, может, хочу чем-то сам поделюсь, если тебя интересует. Ну и с того, что вам делается или увидеть? Скажите, есть чему у нас поучиться? Или, наоборот, мы можем чего-то у вас перенять? У каждого перевода есть чему-то поучиться главное. Именно понять, что тебе нужно. Вот за пребывание меньше суток мне уже понравилось именно расположение тачков. Вот здесь как пасека расположена. Очень много нюансов по весеннем развитии. Я услышал какие-то есть тоже нюансы, которые можно применять у нас. Мы это не уделяли, потому что в Молдовии очень большое перенаселение пчелосемьей. И здесь именно больше индивидуальный подход. То есть профессионализм очень важен. Если ты реально профессионал, у тебя есть прибыль. Если ты занимаешь это хобби, есть определенные милости. В Украине медоносные угодья более обширные. И даже если ты мало разбираешься пчел, у тебя пчелы все равно принесут определенную какую-то прибыль. То есть мы этому не уделяем времени, но мы к этому идем. То есть из-за этого у нас будет скоро перенаселение также Молдовы. И выиграет тот, у кого самое высокое мастерство. А темы выбранные для семинара, они сколько важны для пчеловодов? Для пчеловодов Молдовы? Дело в том, что для Украины это очень актуальная тема. Во-первых, сами местные пчеловоды попросили рассказать. Если они попросили, значит им это интересно. И я думаю, что у нас темы одинаковые. Пчеловодство в мире очень обобщено по информации. Так что актуальность тем всегда будет. И даже темы, которые сто лет назад обсуждались, они сейчас в наше время актуальны просто из-за того, что пчеловодство, оно по сути далеко не продвинулось. До столь. Особо нового ничего не сделали. Притерял судья. Молдовский пчеловод этот год был более-менее удачным. У вас мокрые ветки? В этом году у нас неудачный год. У нас более северное пчеловодство. И было холоднее, ночи были более холодные. И тем самым результат. Но опять же от региона. Ближе к Молдовии. Вот. Хмельницкая область, Винницкая область. Для них была очень удачная система. И вы не прислали никуда идти или пытаетесь еще на внешние жители? Ну, я лично продаю только внутри страны. Но у нас очень много экспортеров, которые экспортируют мёс за границу. Это главные наши покупатели. Это США и Польша. И... То есть большинство пчеловодов сдают именно экспортеры. Сами лично это единицы. Ну, вы не сосреди в ассоциации. Может как-то вместе? Вы попробовали? У нас ассоциация сделана по матководству. По выводам атак не поможет. То есть у нас совсем другие цели. Украинский мёд за границу. То есть молдавский, наверное, качественный. И особенно в Европе его очень ценят. Смотрите. Украинский мёд проходит все лабораторные тесты. Следовательно, он качественный. А насколько в этом году известно, что около 60 тысяч тонн мёда в водонах за границу. Это рекордное количество. И третье в мире страна по экспорту мёда в Украину. На первом месте Китай. На втором Турции. На третьем Украине. А в основном экспортируете в бочках, как говорится, или уже упакованы? В основном было всё-таки, да, в бочках. Сырой, как он называется. Но уже сейчас создаётся именно брендированный в баночках, который экспортируется в Японию, в Италию. Ну и в несколько, в Австрию в том числе. Которые уже именно под брендом украинский мёд. У вас сколько сегодня? Покладу всё. В принципе, достаточно. Спасибо. До свидания. 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 Конечно. Здесь у нас только-только Кавказ, почти вся привезена здесь в одном семье. Краснополянка? Есть из Красной Полянки, но я с того года начал завозить с Грузии. Я знаю, насколько мне говорили, что с Грузии в основном, когда везут, как часть пчел идут в желтизну. У меня вот три линии здесь есть оттуда. Одна линия вообще не кидают в желтизну, одна есть немножко, и третья не вся пчела. Но мы будем смотреть зиму, как пройдут и что будет на акации, потому что есть немножко разница в развитии. Вот эта Краснополянская, она не набирает тот ход так, как должна быть. Да, и последние года из партий, которые мы завозим, все меньше и меньше у нас остается на племенной материал. То есть выбраковывается очень много. Выбраковывается там, наверное, вот эти услуги... Ну там уже мы сейчас только поняли, потому что там ребята были там, и там уже закончилась. Краснополянка была очень большая проблема. Да, там уже все закончилось, вся история их уже, к сожалению. А почему вам нравится эта Кавказская? Почему? Мы, скажем, делаем существенную разницу по сравнению с средней по стране по количеству меда. Лучше. Я вот 7, как сейчас эта Пасха, почти все матки этого года. Здесь в апреле будет только сделан реверс, и все. Мы больше 7 никогда не трогаем. Ну часть закуплена или ты выводил? Здесь, да, я завожу, но мало. Скажем, тут у меня и 180, наверное, штук 60 привезенные. Все остальные уже я делаю. Ну 60 уже выбор есть, чего брать? Да, но я говорю, что вот мы сколько брали с Красной Поляны, большая часть бы браковывается. Последние года не то идет. Не тот материал, который мы брали. Последний раз супер материал это был в марке 2013 года. То, что мы закупали оттуда, это было идеально. Если бы мы тогда знали о искусственном осеменении, то может быть что-то у нас оттуда осталось. Сохранили бы, да? С того, вот именно после 2013 года у нас идет очень, она идет полосатая, много приходят и очень агрессивные. Вот у меня вот там, они 2015 года. Я такой, они привходят тогда. Нет, эти не агрессивные, но никак не наберут разгон на оказывание. Вот на подсому, они уже, ее никто уже не побьет. Выбрать из этих помолок, что закуплены были, а F1, который и есть, да? Вот взять от тех, 13-го года. Ну, у нас уже нет, от 13-го года нет. Эфок нет? Нет. Вот той, что 13-й год. Я понял, да. И брать, да. Потому что там уже труки, получается, от ноль. Вот эти, эти дочки сделаны из 28-й линии оттуда, с Красной Поляной. Вот, что-то особое получается. И по развитию, очень спокойные, как бы, как пчела. Вообще, для меня, вот, там, спокойствие или агрессивность, такое понятие. Да, понятие. Ну, понятно, что не надо, чтобы я вот так подошел к Улюху, и чтобы они на меня кидались. Вот, как ребята рассказывают, что у них вот такая кавказская. У нас последние года у этого потихоньку уходит. Ну, во-первых, и поэтому критерии тоже выбраковываем эти матки привезенные. Но... Ну, в советские времена кавказские пчелы не были. Ну, вот они, отец, они получали почтой, как бы... И у нас, ну, вот, на нашу пасеку, если брать на троих, у нас не поднимается на 1% раение. При этом мы никогда не открываем, чтобы рвать маточники, чтобы у нас этого нет. И еще одна из проблем у нас, если брать с 1 мая под 1 сентября, если посчитать, ну, в самом лучшем варианте у нас 30 дней привез. И все, больше, больше нет, как бы... А у вас нет взятков? Да, нет взятков. А по развитию максимум два корпуса? С пчелой? Да. Ну, взятки. Да. Ну, у нас, например, на акацию, если идем, идет речь вот о таких, о трубках, то еще три ставим. И уже с этими тремя он уже идет до... До трех ставим? Да, сверху. А это еще три корпуса. Еще три. А, ну, это уже хорошо. Эта кавказянка только разгорела? Да. Но вы, когда придете на качку, то верхний корпус меда, но там нет ни одной пчелы. Ну, правильно. Да. То, что все и гнездо залито, правильно? Нет, нет, нет. На этих, на маленьких, они... Вообще этого нету. Мы вот работаем вот... Я сейчас перехожу. Как бы постепенно, я хочу перейти полностью на руту. Мне с ними удобнее и выгоднее работать, чем на дадановскую рамку. Ну, даже вот при Дадане. У нас, скажем, в этом году была пасека. В одном месте мы взяли в среднем 88 килограмм на потону. Как бы, ну, если так говорить, что залито гнездо, значит там внизу теоретически не должно быть ничего из расплода. Ну, самый лучший вариант, это 6 рамок печатанной, и там только вот такой вот коронка меда. Все остальное красивый расплод. У нас поменялась немножко система после 13-го года. Когда мы начали, вот нас, скажем так, надолбили нам на голову, что нужно ставить как уса лишний. Не сколько ей нужно, а лишний. И вот с того времени у нас ушла вот эта проблема с заливкой, или что были слабые семьи в зиму заходить. Не любят ужатости. Да. Роение. Мне кажется, что тут не чисто Кавказян. И вот сейчас, если открыть гнезда, вот, например, это отводки, это последние. Вот они, они очень маленькие. Вот они, ну, это они внизу. Здесь больше зимы здесь. Какая, как бы, проблема или преимущество, или как? Я с проблемой, а, что до вашего материала? Что, до нас. Значит, я скажу примерно восемьдесят шестой, даже раньше. Короче, я начал заниматься с матками, я туда привозил. И когда было на качке, как бы, не обращали так сильно внимания. Когда надо было бы качать мед, здесь пришел и он трусил. И когда трусил, где были Кавказские, скажем, если это был, я скажу так грубо. Это десять, а тот, который был и мать, и оттуда привозил, примерно двойнее, как бы, двадцать килограмм. Ого. И он имели, наверное, да. И он, наверное, да. Свет. Свет. И вот это, в основном, что связано с матками. Что это обозначает? Л-28, ленин. Это Л-28. Л-28, ленин. Вот это л-28 линия. Здесь нам нужно... Я начинаю писать, у меня две буквы на русском, две буквы на латынице, мы такие испорченные. И потом подхожу и сам, Мэш, что я здесь написал? Горная, это русская, потому что они учились в русской школе по национальности Молдаварии. Да, и пишут и так, и так. А мет тут метки маток метятся? Да, как? А политками или просто цветом? Цветом, да. Потому что мы, если будем смотреть и рассматривать воск как губка, которая очень хорошо впитывает все, то, особенно при работе с дымом... Что через дым впитывается и держит? Что? Ну, смотрите, я вот в прошлом году был в Италии, был на одних фирмах, которые, ну, они скупают довольно-таки много меда, 55 тысяч тонн переработки за год. Они начиная с 2014 года, они уже, кроме антибиотиков, на первом месте из остальных веществ, это у них первое место, метрас, у них есть анализы, и толковинат. Они уже ищут в меде. В этом году у нас есть три сборщика меда, которые не прошли анализы на большое количество меда именно по метрасу. И, опять же, не знаю, насколько это правда-неправда, но есть работы, которые показывают, что, особенно с пушкой при работе на одну и ту же рамку пять раз, оттуда трюки уже выходят не... Да, он уже с маткой, уже ничего не... Не полуозрение. Да, да. Возможно. Плюс, и вот мы делали, скажем, обработку с тактиком. Я тактиком, и пушка убил сто семь дней за одну восемь, да, вот здесь, в этом точке. Я тогда думал, что все, крестное производство и на все. Ты метко стрелял, да? Да, я метко стрелял, но я стрелял вот той же дозой, которой на сегодняшний день все работают. И потом у нас проблема весной, где наши пчелы. Я вот буквально вчера с одним разговаривал, он говорит, я ставлю почти 100 мл на литр парафина. Для меня это смертельно... Тактика? Да, да, на литр парафина. Мы в последние годы, когда работали, после чего я убил это все, мы начали делать 2-2,5 мл. 25 мл на 100 мл, ворота спадает то же самое, но пчела реагирует совсем по-другому на обработку. А когда вот пользуемся щавелькой, для нас в этом году было, скажем, как но-хау. Я на своей пасеке не искал, мы пошли к отцу делать обработку. Пошел к нему делать обработку. Значит, мы вытащили аппарат, то есть в улик, 2 корпуса, полные с дымом. Сразу смотреть, что с пчелой. Ты его открываешь, а пчела в себе как работала, там матка, нету даже гула, вот как такого гула нету в улика. Вот это для нас и показатель того, что пчела, значит, воспринимает... Помнишь, как тогда вылетали на улицу они? У меня напрашивается серьезный вопрос, например, 2 корпуса я убираю на осень зерки, в одном корпусе, ну, до Дановска, пускаю я семью, как бы, в зеркале. Обрабатываю пушкой 2-3 раза, да? Ну, в тактике, либо пинг, кто там, окуривает, оседает за это время. По весне, проходит время, уже пчела перезагнувала, ну, весной садки зацвели, я ставлю верхний корпус, и там дальше, откачиваю рапс, акации, ну, короче, нагоняю. После того, когда мед откачиваем сверху, низ не трогаем, само выявшим, ну, как бы, будет там это? Нет, просто нет. Не будет, правда? Нет, не будет. Так вот, потому будет у тех, кто снизу выкачивает до конца меда. Смотрите, например, мы не выкачиваем с гнезда никогда уже много лет. Ну, а откуда пробуем? Проблема в том, что, если я не делаю хотя бы 2-3 обработки до подсовнуха, прямо впритык подсовнуха и во время подсовнуха, все, у меня тут уже... Просто меня напугал, я уже... Я тут уже, мне тут нечем разговаривать, мне нету чего. Так, а кто среди лета дым пушкой гоняет, если главный взяток и... Нет, так, а если его, у нас, если его не вытаскивать, я не говорю им только там про Кавказ, вообще, ребята, кто работают с любой пчелой, если вот в это время не избавляться от клеща, особенно те паски, которые попадают на липу, то там... Вон, где Гриша? Вон Гриша, откуда мы с липой, когда приходим... Я понимаю, но если такая ситуация, почему у нас вот в Украине нет такого, что среди лета, чтобы там проблема была с пчелами, что обязательно клеща нужно нарезать, там, душить его, дымпушкой убивать. Ну, я говорю, и у нас не каждый год. Она уже осенью проблема, летом еще нет проблем. Да, летом нет проблем, а потом... Вот так вот я обрабатываю август и сентябрь, разница в 7 дней, обработал, 7 дней прошло, обработал, и через 7 дней снова, ну, опять обработал. Цикл выхода пчелы, 21 день. Да, да, да. И все, бывает здорово. И она идет в зиму пчела. Зачем обрабатываете? А? Так, так, ну, а метрасса. Но у вас, вы стационар. Стационар. У меня вот там есть пасека, которая нас стационирует. И там с бошками совсем другая, совсем другая история. Ну, скажу еще, ну, клеусы или нуки, как их называют. Ну, когда там, я в ком-то видео смотрел, нуки, ну, на что они нуки говорят. Да, это... Вот эти вот, это, короче, мне сделали, человек, который должен был мне деньги, он и сделал капляк. А вот это вот, хорошие. Эти. Потрогай. Поставь руку. Да, я, не, я вижу и так. Я же заработаю с деревом, я в курсе. Магазины, машина, кубики для сиропчика. Мерседес. Там вокруг все акации, видите? Да. Давай продадим быстро. Еще есть. Значит мы это делали экспериментально, но это барахло. Как бы я сейчас делаю просто крест-накрест. Получается не 5, а 6 рамок. Это якобы кормушка, да? Да, но это идея Путрия, как мы говорим, это не имеет места быть. Вот здесь еще есть, этот уже закончился. Здесь некому просто было матки снять. А я искал матки. Опять искал, приди забери, вон. Вон и тут, и тут. Три матки есть еще. И не знаю, говорю, мне вот это варианты... Ну эти без, но надо делать дырки. Вот эти все, которые я делаю, все будут... Вентиляцию надо. А где ты такие литки покупаешь? Интересные литки. Это Болгария. И сколько такой цветок? Не помню, но намного дешевле, чем в Украине. Ну я же смотрю, и с прилеткой. Мне нравится. Для нуклеусов интересно. Да, да, да. И характерно, что видишь они разного цвета. Да, и я же говорю, но для нуклеусов, потому что прилеточка. Да, да, да. Давай скрутим один. Да я уже думаешь, у меня же есть... Вот эти нуклеусы, то что я тебе говорил. Наш на три четверти по три. А, о, это я такими работаю. Ну тут еще есть тоже три матки, тоже неком было их вытащить. Такие стоят. Значит, вот я мне не показал. Я в этом году, как буду дальше делать. Вот в этом я сделал после акации, по три. Осталось до потомуха. На потомух все три рамки с расплодом. Остаются одну забрал, вторую. И они у меня получили супер семечки. Ну мне, мне нравится, я работаю с такими. Ну для маток, если делать на большее количество, очень много пчел уходит. Нет, ну для себя это... Да, для себя. Три места, вот чем мне не нравится именно три места. Не нравится? Да, и мне не нравится. Вот я не знаю, Ваня как. Ну вот два места, оно более универсальное. Допустим, если в одной не облетело, убрал перегородку и все. Ну вот это вот. Да. Ну смотрите, я расскажу. Здесь тоже не нравится. Нет, так ты убрал, но все равно у тебя получается дисбаланс. Да нету там никакого дисбаланса. Вот я, у меня было три матки. Две я продал, вытянул перегородки, объединил, в зиму пошла. Полноценная семья. Ребята, едем. И вот эти... Уже вечером будем ездить. Челы, ведь я только снял донь, у меня там штук сорок таких вот. Это тоже нуки? Да, и они друг на друга поставили, и умрет хорошо, они не умрет. А, дно съемное просто, из-за этого их можно... Эти я их делал ночью. А это кто грызет? Уточки, у меня еще и утки есть. Прикольно. А вот это, в принципе, это тут матки облетываются? Не только здесь. Ну вообще, вот именно, я заметил, что это... Вот я их собрал, вот они. Ага. Все рамочки тут. А, тут они в сборной? Да. Да, да, да. Как-то таких показать. Вот эта матка привезена в 2015 году. Это я в этом году делал из нее. Короче, дочки ее делают хорошее дело. Этот вагон, где мы качаем, туда ставится все медагон. А, он снимается? Вот это как павильоны съемные. Я только заметил. Так, поехали на тупаску, пап. Короче, это инкубат пропутилий. Вот этот вот. Я понял, я понял. Здесь идет чувствительность на 0,1 градуса. И вот здесь внутри, здесь на 94 маточника. У меня, я с ним делал, работает хорошо. Эту коробку я буду переделывать. И мне нужна система, которая хотя бы 12 часов без 220. У нас здесь проблема со светом. Да. Я одну партию испортил, как бы и после этого больше не работал. Но, хорошая вещь. Чтобы спасать несколько семей, не портишь. У этих ребят, которые я тебе говорил в Румынии, у них инкубаторы на 1200 маточек. Что это за экспериментальные часы? Нет, это я уже творческий зим уже так делаю. Это иклеенка. Обыкновенно ставлю. Петр нас привез еще на один точок. Тут тоже около 180 семей. Тоже стоят по четыре, по четыре улья. Система у него и Додан, и Рут, ну, переходит на Рутовскую систему. Ну, это кот на Макс, скажем. Ну, это что-то из других, да, с других годов остается. Он остается на зиму несколько лет. А тут, смотрю, улей другие. Это производитель был. Ну, это только один такой, я привез его с Румынии. И так уже он стоит. Здесь третий год я ничего не делал. А почему эта стружка? А какой борт? Ого, вот это у вас ручки классные, посмотри. Ну, под четыре пальца. Нет, эти улики, они даже не бывают не тяжелые. Это, во-первых, сосна. Да, вот этот улик упал в этом году и все. Смотри, теперь не закрывается. Да, 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 да. Нет, смотри, класс. Нет, ну, нет, это не то. Это надо, я их всюду заканчивать. Вот, видишь, вот эти улики, они, во-первых, ослепаются. В машину заходят пять штук борта, можно закрыть. Эти уже не закрываются. И, как бы, перехожу полностью на тот стандарт. А это все, видишь, это все пойдет на нуклеус на следующий год. Семья разобьется полностью на отводки и уйдет. Здесь верхний ряд это все отводки этого года. Здесь есть все с 328 линии. А почему не все вот так крыши? Еще не успели. А просто не успели. Какое преимущество от этого? Две стены сухие и... Дождь не попадает внутрь. Да, и есть разница, даже по ощущениям, без замеров температуры весны. Особенно, если солнечный день хороший, то есть немножко разница. Каждый день он приходит раз в году. И, как бы, мне... А что такая технология расстановки по четыре, не попарно там? Ну, мне так больше всего нравится. Экономия места. Мне, как бы, для места не проблема, потому что я имею вот до тех деревьев больших. Оттуда-то все. Здесь, как бы, здесь кустарник так вот оттуда был, туда. Мы каждый год почти все добавляем, добавляем, и идем наверх. Почему наверх, а не вниз? Ну, вниз нельзя. Вниз нельзя. Там лес. Там лес, и там тоже лес. Этот участок здесь, как бы, у них когда-то была земля обрабатывана. Она по-харте так и стоит. И, как бы, есть разрешение только здесь. В этом году получил разрешение здесь на пристройку одну маленькую. Так и не хватило ни времени, ни денег. А, ну можно построить что-то там для хранения? Да, временно, как бы, без фундамента. Можно. Дали ребяту добро. И... Вначале... ну... А я сели с... Ну, Клеуса. Я сели вески не нужно валить. Я сели... Петр. Вот это, вот, оно. Вот здесь у меня... Я брал Грифу Буткова тоже с нас, но они мне не понравились. Я, как бы, маму убил все, а дочки уже уйдут в этом году. Пчелы делать много, толку никакого. И поэтому... Не знаю, чем они занимаются, но... Нет. И болезни у них, не знаю почему, но Бучкова... Ну, она мне не пошла. Или я нехороший, а у Генара, не знаю. Но... Вот гаверла смешанная с труднями нашими. Там интересно. Есть главная фраза. Ты еще не пробовал нормальную Карпатку. На всю критику Карпатки ответ один. Чтобы мы... Всегда. Согласен, пусть будет, да. Но... Чисто. А как у вас обстоят дела с охраной? Вот так и стоят они? Да. То есть проблем нету? Пока нету. Слава Богу. Постучим по дереву. Не надо случайно... Если Бог из меня охранит... Не, просто вот мы были в Беларуси, там вот так вдоль дороги. Бросили и все. Он не стругает. Не, он не стругает. Я делал жирки здесь. Наверное. Да. И Моша выслал один сверной интересный. А вот это что такое? В дырку сбоку. Ну это... Это ну клеус был. Этот они не все. Здесь... Здесь три штуки были. Он... А среди... Те, которые с дыркой сбоку лучше зимуют. Здесь у нас семян внизу. Это есть. А не пробовали все что-то одно? Пробовали. Не? Не понравилось? Нравится оно. Нравится оно. Перевозка у нас. Нет. Когда перевозка, если вот как сейчас на подонах ставить, то нормально. Сразу подон не готов. А когда бросаешь быстро и когда начинает кусать, и непонятно откуда. Где-то быстро раздражаешь. Не вспоминаешь перевозку. Что мне еще нужно от этой семьи? Дайте мне глянуть хоть что-нибудь. Посмотреть, сколько улочек. Ну, красиво улочек. Так вот. От крайней и до крайней. Ну, вот это пойдет зима. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Это кавказянка, да? Да. Это эфанин. Она больно сжалится? Ну, попробуй. В нос желательно. Нет. А я и так пару дней назад. А это уже... Ну, как. Ну, она получается села под верхом сейчас, да? То есть внизу... Ну, я ее поставил наверху. А, ты поставил. Потому что я допустим... Ну, ладно, не будем. Просто гляну. Ну, вот, а где? А где? А где? Я синий синий был. Харычин. Короче, с полхоз больного... Это 23-я линия, 17-й год, наверное, да? Да. Да? А где уже знают только пчеловод? А вот АД... А вот АД... А... линии. У меня, например, скажем, АД, это оно, в самом журнале, когда смотрят, она имеет число и дату, когда была сделана, скажем, эта линия. И откуда ее мама. Почему здесь 0.1? 0.1 это точно это идет с Гаверло с нашими трутнями этого года. 15-е, значит, идет прошлогоднее, F1, но с нашими, с нашими трутнями. Как бы это мои, пришел в один год, да, пришел ко мне фатан, который у меня работает, видишь, у меня диспейт, вот, а он не знал, что я заканчиваю. Я в тот день, в тот день работаю, пишу, пишу, он, видишь, смотри, а можно тебе один вопрос и не бежать? А ты случайно не врать? А чего? Я ничего не понимаю, что ты пишешь. Я должен понять, твое дело работать там, а мое дело, чтобы я пришел и расторвал связать. Это чем удобно, что это остается с года на год и мне как бы легко с этим. А как это называется? Не, колой. Скотч, как этот скотч называется? Это левый, это левый, вот такой, это хороший скотч. Это левый, он очень похож на, это малярный, но не малярный. И он отрывается рукой, да? Да, малярный. Малярный есть, что бумажный. Это тоже бумажный, но это у нас снизу имеет какую-то штучку, вот он разбирается, Ваня, я... Ну, например, что я имел в виду сказать, что тот простой малярный, скажем, стоит 10 гривен, это будет бакс. Поехали, ребята, это шурупа, это малярный будет наружном заменении. Он рассчитан на осад. У вас тут земляники сколько? Да, ты, наверное, самый сытый, ты скушал, мы тебя подождали. Это ординарный камер. Неси славу, да? Да. А вот это театр, что есть. Ну, вы проходит. А землянику почем продаете? Ну, за сколько лет я здесь, только в одном году была. А земляника по цене желудка. А нету вредителей, ну, там, каких-то куниц, такого ничего нету? Куницы нету, у нас в осень в этих фрегуаре, как, наверное, фрегуар? Фрегуарки. Фрегуарки? Ага. Имеем такое пчело... Шершень. А, шершень. Ну, у нас в этом, да. У нас в этом году вообще много и ос, и шершень. Приехали на еще одну пасеку, большую, которая находится в шикарном месте. Очень большая пасека. Очень много акаций. Ну... Я не приветствую этого, у папы несколько улик только пройти, но... А ну, я бы одевал не кидел? А если на место кидел? Там... Там... Ну, ты дизяба, я отфонкну дизяба. Какое-то такое ощущение, что не осень, не поздняя осень. Да, да. Ощущение не поздняя осень. Сентябрь, да? Ну, зелень как-то... На сентябрь похоже. Пройди туда. Да. Да иду, иду. Ули. Из сэндвича ДВП, пенопласт и ДВП. И там пасека, пасека, пасека. Так, пойдемте, пройдемте. Дальше посмотрим, что у нас. Место классное, шикарное. Шикарное место. И тут он... О, а тут-то что-то площадочка делалось, да? Да, здесь качали мед. Ага, для... Тули. Есть новые Даданы. Тут Дадановские корпуса, Дадановские рамки. Поилка, я так понимаю. Ну что, давайте приоткроем. Посмотрим, что тут делается. Или не приоткроем. Вот, пчелки сидят, как красиво. Классно. Это мы приехали на еще одну пасеку. Это пасека отца Петра. То есть, это семейная пасека, которая насчитывает очень много количества пчелосемей. У Петра больше 300 семей. У отца больше 300 семей. И у брата, тезки моего Ивана, тоже около 300 семей. То есть, в семье насчитывается около 1000 пчелосемей. Система, в принципе, вот такая. Очень классное место. Ну, место козырное, честно. Место... Я там, скажу честно, думал, вот там. Там, где столочек, мне там понравилось. Ага. А тут еще больше мне понравилось. Да, да. Тут выше. Тут выше. Тут, ну, красиво. Вообще классно. Ну, здесь весной, у них намного лучше. Вот у меня здесь весной, как бы... Ну, здесь пыльцы нету дуба, да? Дуб есть, но... Ну, там больше, да? Там лучше развитие. Там весной лучше. И цветов, вот, как бы, с земли много там. Здесь нема. А сколько тут примерно, если не секрет, пчелосемей? Так, на скидочку. На скидочку примерно 187. А, это тут еще есть тачок, я так понимаю. Ага, а то я пробежался, думал, тут очень много. Не-не-не, 287. Ну, я же смотрю, что реально, как бы, много. Еще делегация приехала пчеловодов. Привет делегации пчеловодов. Классно. 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 Вы что, пчел не видели? Все пчелы, пчелы смотрите. Матки еще в клетки, забыл снять. Отстают от нас. Выйдет, хорошо, нет, поставлю без того. Я держу только для того, чтобы маточное молочко делать. И засыпал. Тот бросил, что клеенка снимаю или нет. Крыша покрыта цинковочкой. Что ж варлялся? Там полу рамочка. Ага. 145. Ну, дай туда. А что, темная печатка внизу? Так, ну, подождите. Я только-только досмотрелся, три корпуса. Даже не три, а два и... Два и сверху маленький. Как застало его время. То есть, ну, вы не делаете сокращение на один корпус, там, не сжатие. То есть, это все лишняя работа. Так здесь климат не такой, как у нас. Конечно, лишняя работа. Ребята, рамки вы... У нас другая система, как бы, работы или другой. И поэтому, когда говорим о... Тут, дарыш swimming. О, а что это, что... А, извините. А что вот это? Вот это, вот это. Это мышеловка? Это мышей ловка? Да, мышей ловит. Что это? мышеловка там клея наклеится то есть клеевая мышеловка а вот вот есть сидят хорошо сели до пчелки 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 а тут тоже кавказянка полностью до и папу не переубедись никогда не на что не местах когда мы приносим там матки потому что маточники мы для ста делаем а и он таким уж можно сказать что такого козянка дать он сто раз спрашивает это откуда и в него все попробуй дай мы что-то не то что он потом засел тебя и начинали мы отсюда свое время вот здесь вот были лежаки 40 штук это были все улик у нас были вот в этот здесь три ряда помещалась где-то есть фотографии первые корпусные были 12 да и начинали вот такие вот эти вот старые 12 рамочные здесь было 24 штуки вот тех пор от уже 20 лет у них заказ там это делаем это все на продажу все что на мед производства меда в эту траву кусите или как или из кашт вот сразу и вверх и гонка защита защита а сразу запах пошел но эти 12 рамочные все подверху и зимой и красиво красиво все еще спокойный это вот эта тема отличается от семья много пчел она будет подниматься вверх и будет когда спят все храпят люблю я так одесса вот это семья вот то что показано 165 килограмм на 106 килограмм на на потом его смотри сколько на пчел она на весах стоит после после выкачки которая делает это она стояла внутри корпуса и потом когда снимают здесь внизу все делается в расходе спасибо тут на месте а на месте сдох дайте без качок я их и подумаю его я сразу после окончания меда сбора на подсумок как выкачал я сразу делаю реверс мы делаем прямо во время качки сразу и потом и 12 рамочные например после качки я в этом году почти 28 матов я снимаю оттуда рамку там рамку тогда и меняю тогда и матки меняю я весной у меня работа на них настоящие европейцы немцы тоже в конце сезона меня я работаю на них скажем до акации где убрать и добавить это если я поставил вниз сетки ставлю решетки между ними и все я пока не заканчивается ну вот если бы я например тоже обработал на стационаре только 12 рамок в них по-другому развивается но эти иначе когда приходит время грузить а у нас бывало что мы грузили не качены потому что когда была ситуация надо было забрать это отводочек как бы сделаем ну это отводочек средняя семья такая хорошая спокойная большой объем не бывало такое что два года назад 15 декабря еще активно летали я тут все хороший объем делали я как раз тогда строил гараж позу прошлую зиму позу прошлую зиму да а вот в этом году раньше они собрались у нас нет такой практике из таких больших объемов чтобы зимовая липчо у нас уже померзли еще вольт меньше не меньше у нас если меньше не выживает семь восемь граммок шесть не по объем не по мухе у них муки больше но по объему как они держат зажатка они работают по схеме как работает румына максимум минимум рамок да мне лучше чтобы пчел было больше внизу висела а вверху чтобы было семь восемь максимум все значит ты что я хочу сказать если работаешь как вы говорите весной много работа у нас весной что получается очень быстро значит быстро сегодня тепло два-три дня или холодно холодно и открывается и поработали три-четыре дня и ты за это время не успеваешь а потом через неделю продолжать это же самую работу ты уже не можешь делать поздно уже поздно и за счет этого специфика вы региона ваш да все отличие до нас так вот все таки весь я если бы имел с кем работать я знаю практически здесь все работает ну качка это понятно а вот реально максимальная возможность вот сколько максимально можно вот вы вот все нормально сколько максимально можно от при вашей технологии пчел содержать можно 207 и мы и мы за два дня и мы делаем наклеенный вот у меня там мы заходили с единицом ко мне в дом у меня уже стоит 2000 уже наклеен уже сейчас просто делаю еще 3000 на этот сезон и 5 тысяч мне примерно нужно на мою пасеку вот смотри здесь как работает открываешь и смотришь и не трогаешь ничего вот матка вышла матка на облет вот-вот лови матку лови матку я не думаю имели расход там где последние матки значит я чего спрашивал как сохранить на наш мандук я можно в инкубатор это определенный какой-то или нет 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 это люркун есть и уныши и дальше воде мы больше и скидут за декоратом 50 процентов а так выше вот от водочках вот как как весной как вас работа весной происходит вы не сокращаете не забираете корпус ничего то есть если я не успеваю вот он как есть он сам пойдет вниз и тому подобное вверх зальет медом и вверх зальет медом тогда на качку будет немножко больше проблем работа или тогда надо будет второй день на проходе потому что внизу все равно стоит много разрывается гнездо поэтому вот мы надеюсь рамочные мы делаем что это у нас как мы всегда успеваем их ревер сделать всегда работаешь когда пока падает я на в этом году в 3 корпуса и 4 наказал стал только ночь потому что ну днем была другая работа ночью когда я был красный фонарь и только смотрел она уже дошли там всем рамок на второй корпус я стал крышку вот так и сзади пацаны уже с фонарями приходили ставили корпуса мы готовим скажем весной сразу ставлю 4 пасиньки всех корпуса и с рамками и сразу 9 штук сверху я вот был у этого которого в грузии ему 73 года когда он мне сказал сколько ему лет мне было стыдно сказать что у меня есть помощник на на пасеке да у него 300 семей как минимум 3000 маток на продажу и до 1000 пчелопакетов плюс его жена в холодильник раз пора так открывается большой не знаю как шпицы на два дня мальчик он там на 25 миллилитров маточной мощь от максимум очком только она занимается отработанная технология аккуратно как бы им потом говорите для меня мой помощник это жена и красный фонарь я работаю надо в дождь надо когда матки вытаскивать ночью как бы как приходит но он этот петран маленький такой здоровый в семьдесятся но он там какой-то там по спорту не знаю что плюс него там несколько степеней учености физики химии красным разговаривать себя чувствуешь там лохом перед ним потом от болгарию колоколом были эти тоже ребята много маток делают они тоже но не вот он вот они графу не же мать и не носки но ухау как пчелам пить водичку одеваются носки и пчелы садятся носки теплые солнышко греет и берут теплую водичку все я увидел да здесь не знаю четыре это рамка узко-высокая да да я понял вопрос но опять же не выгодно по деньгам делать эти маски будет понятно да много много расходы ну все нужно работает они у вас ну папа да здесь ну для меня это не вариант крутяк а там это там типа там короче все что уже не функцию вот этот улик вот вон видишь этот вот папа дни тяну себя и сяло 53 года там две семьи он делать каждый год по две семьи в нем сели синий улик приносит самый больше денег ему и сей пасеки или если делить деньги по уликам то этот самый прибыльный вот это вся 3 года агрессор дейфо ягу он его поможет специально перед вашим приездом он обычно машину не моет тут прям целая делегация киевские номера классно реально классно точка а а как я у 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